Шоковая терапия Гайдара, уже по конечкам, в 92-м году принесла значительные результаты. До того не было ничего, после того в течение трех лет даже быстрее стало все. То есть нам надо признать, что за все в жизни надо платить. То, что происходит после 2008 года. Ну да, кто-то понял, как и я, что джипы придется сдать. И таких машин много, сданных банком и всем остальным. Но я немножко пошел дальше. Я понял, что рано или поздно, когда мы вступим в ВТО, цена на бензинчик будет, скажем так, немаленькая. Ну это примерно евро за литр. Может быть до выборов мы сдержим эту процедуру, но потом-то, извините, я вовремя поставил газовое оборудование. Теперь есть экономия. При этом все-таки сложно сломать стереотип. Кто-то думает, что машина, двигатель внутреннего сгорания должен работать исключительно на жидком топливе. Но это не так. Потому что, когда появился двигатель внутреннего сгорания, бензина тогда еще не было. А вот газ был. Потому что, ну извините, и болотный газ и так выделялся. И вот тогда-то путем компрессии заставили первые двигатели работать на сжатом газе. Сегодня и сейчас, поставив, ну вот допустим на В6 агрегат, я в неделю экономлю 500 рублей. Много это или мало? Икроила ли я? Да, называйте меня хоть кем. Но 500 рублей это 2 десятка яиц, даже 3 десятка яиц. Это 10 килограмм картошки и 2 килограмма мяса. Прожить можно достойно. Где я поставил себе газовое оборудование? Я поставил его здесь, на советской 70. Здесь располагается фирма Экогаз-М. В Башкирии замечательный, качественный и дешевый бензин. Так получается? Да он дешевле, чем здесь. А почему на газ-то переводим? Казалось бы, экономичный автомобиль, приора, лидер отечественного автопрома. Ну то, что на газу дешевле, расход-то один и тот же. Газ дешевле по себестоимости. Ну вот не жалко было новый автомобиль потрошить? Да нет, не жалко. Были сомнения, потому что моторесурс двигателя, как бы многие говорят, моторесурс двигателя уменьшается. Ну вот, по беседу с установщиками, объяснили, что при правильной эксплуатации, что запуск надо производить на бензине, применять масла, которые для двигателя идут специально для моторов, работающих на газу. И, в принципе, эксплуатация, моторесурс не уменьшается. Если не секрет, во сколько обошлась установка? 23 тысячи рублей. А сколько тратишь каждый месяц на бензин? Ну на бензин в среднем где-то около 1015. Нормально эксплуатируешь автомобиль, получается, да? И вот у нас срок окупаемости. Да, 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 в течение 3-4 месяцев окупится. Бензинчик 27, а газ 13. Расход, вот у меня газель бизнес, заводские нормы у него 19 литров. И, в принципе, газ 19, но себестоимость выходит намного меньше, в половину. Так что обчинка стоит уйдем. Итак, газовщики все-таки там, где горгаз. Так получается? Ну, конечно. А как же, мы там, где и должно быть с газом. Автомобиль все-таки, по-моему, заточен был под газ. Только вот неумные люди говорят, что бензин роднее, исторически роднее автомобилю. Ну, первоначально, как писал Форд, который создал именно сам этот двигатель внутреннего сгорания, назывался он газовый двигатель. То есть, первоначальная его разработка или стадия, та, которая была придумана, это газовая смесь. И все-таки машины ездили на газу вплоть до 50-х годов. Потому что даже тот газолин, который получался, он получался путем переработки угля. Так ездила вся Германия. То есть, по сути-то, чистой нефти не было. Вот потом она стала доступной. Но сейчас при производстве нефти доступный продукт какой? Сейчас при производстве нефти самый парадокс, самый доступный продукт, сопутствующий при добыче, это газ. Это у нас пропан. А метан – это вообще отходы производства при добыче в шахтах. Его откачивают для того, чтобы не взорвались там люди. То есть, стоимость метана – это копейки. Ну, бросовый газ получается. Мы его сейчас умудряемся сжать и заправить в бензобак. Сейчас мы умудряемся сжать и заправить в бензобак, еще за него и взять коэнное количество денег. Ну, это уже государство. А вообще, по идее, все это довольно-таки так просто на данный момент. Мы возвращаемся именно к тому, с чего и начиналось двигатель внутреннего сгорания – газовой смеси. Потому что инжектор сейчас делается для того, чтобы газ распылить в капиллярном виде, чтобы он именно поступал в сам цилиндр, ну, как газ. То есть, мы, в принципе, тут ничего, велосипед не придумываем. Мы устанавливаем тут же параллельно именно устройство впрыска газа. Теперь мне интересен вопрос. Каждая форсунка, бензиновая форсунка, которая рано или поздно накроется, учитывая наш бензин, накроется она быстрее, стоит определенных денег. Соответственно, ремонт инжектора – это больших денег стоит. Мы сейчас только что увидели, что за 10 минут вы поменяли весь инжектор газовый. Ну, да. В принципе, газовый инжектор поменяет 10 минут. И сам, стоимость самого газового инжектора у нас 1800 рублей. Инжектор, ну, плюс замена 200 рублей. Это, в принципе, намного дешевле, чем стоит даже одна форсунка бензиновая. То есть, в век, когда мы вступаем в ВТО, и бензин будет стоить, ну, наверное, евро, а газ будет дешевле в два раза, разумнее ездить, по-моему, на газу? Ну, пока однозначно. Разумнее ездить на газу, он дешевле. И на данный момент, при стоимости даже его, ну, 13-14 рублей, у нас экономим получается в два раза, по сравнению с чем ездишь на бензине. Вот вы слышали мнение и специалиста, и тех людей, которые поставили себе газовое оборудование. Это умные люди. Они реально экономят. И вы можете так же себе экономить. Дело в том, что до того момента, когда я счастливо пересяду на дешевый электромобиль, еще лет пять, может быть, десять. Я, конечно, пересяду. Но электромобиль не решит проблем длинных перевозок. Длинные перевозки – это работа газового оборудования. Так что, если у вас в семье появится и электромобиль, как у меня, ну, на дальняк можно будет ездить и на газу. Тем более, газ надежней. Ну, потому что бензин у нас, извините, очень нехороший. Вот. Газ экологичней. И газ чище. Он не забивает так ваш инжектор, как тот самый бензин. Ну, а где вы его поставить можете? Это фирма ЭКГАЗ-М, советская А70. Это вот старый добрый Горгаз.